Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это гайд на всеядного динозавра Галимимус в The Isle of Rima обновления 6.5. Так, ну что же, давайте сразу кратко пройдемся по его статам. Итак, диета. Этот динозавр всеядный. Собственно, вес 425 кг, максимальная скорость 52 км в час и битфорс, удар в ньютонах 25. Его диеты. Крабы, манго, лягушки, сумак, тыквы и санчо-кроудс, корни подсолнечника. Так, ну давайте определимся и посмотрим его крики. Итак, крик единичка, зов. Двоечка, добавление в пати, либо мирный крик. Троечка, агрессивный крик. Четверочка, призыв о помощи. Итак, давайте посмотрим на скорость Галимимуса. Собственно, как я сказал ранее, Галимимус достаточно быстрый и травоядный. Но разгон с места занимает определенное время. Вы не стартанете, то есть вы не сделаете резкий спринт. Видите, Галимимус набирает скорость постепенно. Также у Галимимуса есть особенная фишка, находясь в стаде своих же видов. То есть, если вы один зажимаете единичку при беге, то баф на увеличение скорости не будет. Но когда вас двое или трое в стаде, определенно нужно зажать единичку. Это будет прибавлять вам скорости, а также всем вашим динозаврам в вашем пати. Также, чтобы желательно ваши Галимимусы в это же время нажимали единичку по очереди. Да, это особая фишка. Собственно, что можно сказать еще по Галимимусу? Галимимус умеет прыгать, но при этом тратит достаточно много стамина. Также Галимимус с помощью своих прыжков с небольшой высоты вы можете, собственно, даже не париться и не переломать себе лапы. Он имеет эффект пружины. Давайте посмотрим. Видите? Он как будто спружинил ногами от земли. Давайте посмотрим еще раз. Только не прыгайте, пожалуйста, с очень больших высот. Вы можете сломать ноги. Также Галимимус очень хороший прыгун через какие-нибудь реки. Давайте попробуем перепрыгнуть вот эту реку. Это не составит ему большого труда. Также он достаточно быстро переплывает эту местность. Давайте попробуем еще раз. Так что на мелких реках можете даже не бояться, что вас съест какой-нибудь дейнозух. Набрали скорости, нажали пробел и перепрыгнули. Также хочется отметить, что гнезда у Галимимусов насыпные. Еще одна фишка данного динозавра, то что он амнивор. Он всеядный, как я сказал в самом начале. То есть он питается крабами и лягушками. Где искать лягушек и крабов? Собственно, они находятся возле рек и озер. На каких-нибудь болотах. Понюхайте. И вы заметите вот такую иконочку на компасе. То есть вы можете подойти к этой иконочке, раскопать и найти там краба, либо лягушку, либо комсагнатуса. И с удовольствием можете позавтракать ими. Кроме комсагнатуса. Да, совсем забыл. Давайте рассмотрим удары Галимимуса. Итак, левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Он кусает. При ходьбе. Левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Давайте посмотрим удары на шифте. При беге. Левая кнопка мыши. Правая. А еще он может подпрыгивать в воздухе и бить ногами. Вы можете применить альт-атаку при беге, но ваш Галимимус застопорится на месте. Давайте посмотрим на альт-атаке. Левая кнопка мыши. Левая кнопка мыши. Думаю, многим будет полезно знать, что при ударах ногой Галимимус накладывает блит противнику. Запас стамины при беге у Галимимуса составляет 2 минуты 6 секунд. В общем, вот такой гайд. Я надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал и, собственно, всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры создавал DimaTorzok